Минздрав прогнозирует, что после пандемии россияне чаще будут обращаться к врачам. И, конечно, снова встанет вопрос о качестве медицинской помощи, оказываемой по полису ОМС. И снова на помощь гражданам будут приходить страховые представители. В каких случаях к ним можно обратиться? Об этом поговорим с начальником управления Организации обязательного медстрахования Территориального фонда ОМС Тюменской области Валерия Грибоедова. Она с нами на связи. Валерия Викторовна, здравствуйте. Институту страховых представителей уже 4 года. Однако, думаю, далеко не все знакомы с работой этих специалистов. В каких случаях они помогают? Здравствуйте. Да, действительно, Институт страховых представителей в Российской Федерации и в Тюменской области работает с 2016 года. Основные вопросы, которые решают страховые представители, это, конечно, содействие граждан в получении бесплатной, доступной и качественной медицинской помощи. На сегодняшний день в Тюменской области 143 страховых представителя, из них 83 страховых представителя. Это именно те специалисты страховых медицинских организаций Территориального фонда, которые помогают застрахованному лицу получить медицинскую помощь в конкретной ситуации. Страховому представителю можно обратиться по вопросу отсутствия возможности получить медицинскую помощь в сроке, установленной программой. Отсутствие возможности получить, например, помощь узкого специалиста по направлению врача-терапевта. И вообще в тех случаях, когда у гражданина возникает вопрос, почему он не может получить ту или иную медицинскую помощь, он должен в первую очередь спросить у своего страхового представителя. С какими вопросами и проблемами в нашем регионе к страховым представителям чаще всего обращаются граждане? Ну, наша статистика мало чем отличается от Российской Федерации. Это получить медицинскую помощь в установленной территориальной программой сроки. В какой медицинской организации я могу это получить? То есть, например, мы все с вами относимся к какой-то поликлинике для получения первичной медико-санитарной помощи. Мы все прекрасно понимаем, что не во всех поликлиниках можно получить помощь, например, определенного узкого специалиста. Смаршрутизировать пациента и помочь ему дойти до того специалиста, узкого специалиста. Либо получить диагностическую услугу, которая показана по его заполиванию. Вот здесь помогает страховой представитель. А изменились ли обращения граждан в период пандемии? Количество выросло или, может, уменьшилось? Ну, количество, безусловно, обращений выросло. И страховые представители на сегодняшний день, их основной функционал – это донести до наших граждан, что в случае, если случилось острое респиратурное заболевание, то есть поднялась температура, появился кашек, появились сильные симптомы острого респиратурного заболевания, не надо приходить в поликлинику самому. Надо обратиться в поликлинику, сделать звонок в поликлинику, и врач придет на дом. Знаю, что есть категории больных, за которыми всегда закрепляется страховой представитель. Какие это категории? И для чего им постоянное наблюдение такого представителя? Ну, это те лица, которые страдают заболеваниями, которые являются основной причиной смертности и инвалидности в Российской Федерации, в Тюменской области. На первом месте – это, конечно, болезнь системы кровообращения. Это граждане, которые перенесли ранее инфоскуты, граждане, страдающие онкологическими заболеваниями. Если установлена диагноз злокачественного образования, то поликлиника должна пациента взять на диспансерный учет в течение трех дней с момента установления этого диагноза. Если пациент перенес инфаркт миокарда, перенес операцию на сосудах сердца, стенкирование, либо ортокоронарное шункирование, то данные пациенты индивидуально сопровождаются каждым страховым представителем. А если возникла проблема, где найти информацию для связи со своим страховым представителем? Ну, для связи со страховым представителем – это телефон горячей линии. В каждой страховой медицинской организации есть телефон горячей линии, этот телефон федеральный, начинается на 8 800. Обращаясь на телефон горячей линии, необходимо назвать территорию, с которой вы звоните, и федеральный контакт-центр переведет на территорию Тюменской области в СУС страховую медицинскую организацию, где застрахован страховой представитель. Телефоны размещены на нашем сайте, телефоны есть в каждой памятке, которая выдается застрахованному лицу при получении полиса обязательного медицинского страхования. Спасибо большое за подробные и доступные объяснения.